Всем доброе время суток, с вами Ольга и сегодня я хочу вам показать корейскую заправку и мойку при ней. И рассказать, сколько стоит в Корее заправить и помыть машину. Понятно, что в Корее, как и в любой другой стране, если у вас есть деньги и нет времени или желания заниматься своим автомобилем самому, существует огромное количество сервисов на любой вкус абсолютно. Но моя задача показать именно самый экономный вариант, а именно селф. Самообслуживание. На таких станциях всегда огромными буквами написано селф. Если такая аббревиатура отсутствует, а это на большинстве заправочных станций, это означает, что вам не нужно будет выходить из автомобиля, вам нужно будет просто открыть окошко и протянуть карту работнику. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну что ж, раз есть такой запрос, так уж и быть, помою тебя. Тем более, что при наличии чека с бензоколонки стоимость мытья машины сокращается вдвое на 50% и составляет 3000 вон за внедорожник и 2000 вон за легковой автомобиль. Грех не воспользоваться. Первым делом, еще до того, как вы заедете в сам агрегат, обычной водой с автомобиля смывается пыль. После чего работник автомойки тряпкой или шваброй, в общем, тряпкой на швабре, проходится по всем труднодоступным местам. За зеркалами, где-то под бампером. В общем, везде, где автомойка не сможет достать. Сижу вот так, как под гипнозом. И мысли разные приходят на ум. Понятно, почему в Корее практически нереально встретить грязный автомобиль. Мало того, что чистота на дорогах, так еще и мойка такая доступная. Я свою машину мыла примерно месяц назад. После этого мы были в Пенчане в горах, потом на море, на пляже. Потом пережили череду снегопадов, дождей. В общем, если снаружи она еще ничего была, то внутри у меня полный звездец сейчас творится. Горы песка с пляжа, глины с гор, печенья. От детей, после детей и свиней. В общем, конфеты, чего там только нет. Поэтому предупреждаю заранее, слабонервным не смотреть дальше. Сейчас еще один работник протрет сухой тряпкой те места, где не досушила автоматическая сушка. Все-таки робот хорошо, но без человека пока никуда. Ну, а я опять разворачиваюсь. Теперь мне предстоит самой поработать ручками. Это такой экспресс-вариант уборки салона. Когда мне нужна уборка генеральная, я отдаю машину в руки специалистов. Отдаю старую и грязную, а через пару часов забираю новую и чистую. Такое удовольствие обходится примерно в 30-35 долларов. И по идее, именно такая уборка мне сейчас необходима. Но раз уж решила показать вам альтернативный вариант, буду показывать. Работы, как видите, мне предстоит непочатый край, благодаря некоторым. Для начала решаю почистить коврики. Здесь есть специальный агрегат, в который нужно закидывать копейки. По идее, сначала необходимо включить режим стирки, потом уже сушки. Но я решила ограничиться только режимом драй-клининга, ибо так быстрее, а я как раз торопилась. В итоге коврики не до конца избавились от глиняных пятен. Дальше я буду пылесосить, мыть, убирать. В итоге вся уборка салона вместе с внешней мойкой машины обойдется мне в 5000 вон. Около 5 долларов. То есть 3 доллара это внешняя была автомойка. И 2 доллара монетками я набросала во всевозможные вот эти автоматы для уборки салона. Да, итог не такой, как после профессиональной мойки за тридцатку, но все же. Здесь, по крайней мере, нет ограничений по времени. Можешь убирать хоть целый день, более тщательно, если время позволяет. В любом случае, у тебя есть альтернатива. Ты всегда можешь сэкономить. Кстати, об отношении корейцев к экономии я хотела еще сказать. Здесь это прям культ. Сэкономленные деньги считаются заработанными. Также принято гордиться тем, что ты потратил меньше, а получил больше. Будь то товара или услуг, неважно. Не все корейцы, конечно же, экономят исключительно из спортивного интереса. Многие вынуждены экономить. Ситуации бывают разные в жизни. Кто-то копит на жилье. Как вы знаете, даже съем жилья в Корее невозможен без существенной суммы залога. Кто-то копит на учебу. Да мало ли на что можно вообще копить. Факт остается фактом. Ничего зазорного в экономии для корейского общества нет. Наоборот, глубочайшее уважение в кругах друзей и знакомых вызывают люди, не разбрасывающиеся деньгами направо и налево. Вам может показаться, что в таком случае корейцы, скорее всего, прижимисты, жадноваты, но это абсолютно не так. Они в большинстве своем довольно щедрые, особенно когда дело касается еды, конечно же. Корейские посиделки, как вы знаете, в ресторанах обычно не заканчиваются одним местом. Они гуляют до последнего, меняя одно заведение на другое, ни в чем себе не отказывая. Заказывая все-все-все блюда, какие они хотят. На еде и угощениях не принято вообще экономить. Корейцы с удовольствием угощают и не только друзей или знакомых, но и даже посторонних людей могут угостить. Это часть их культуры, так что даже не удивляйтесь, если совсем незнакомый человек вас угостит в Корее. Это абсолютная норма. Но и не удивляйтесь, когда увидите в Корее очереди за какой-нибудь халявой. Всегда найдется масса людей, располагающих свободным временем и желающих выгодно оттовариться. Ну что ж, моя уборка практически закончена. И как по закону подлости, через 5 минут пошел дождь. В общем, делая вывод из всего вышесказанного, хочу вас уверить, если вы живете в Корее и имеете доходы ниже среднего, на качестве вашей жизни и отношении к вам окружающих это практически никак не отразится. Здесь не принято понтоваться и пускать пыль в глаза какими-то материальными благами. Если и хотят попантоваться корейцы, ну, как бы они тоже люди, то на первый план выпячивают свое образование или занимаемую должность больше всего в почете учителя, профессоры, врачи, инженеры и прочее. А так все стараются жить более-менее скромно и без лишнего пафоса. Всех люблю, всем пока!